Друзья, привет. Разбираем посылочки и сегодня у нас интересная штука. Будем делать черный глянец. Вот такой красивый. Вот такой красивый. Это семерочка. Так, а посылочка к нам пришла из Ставропольский край, Кочубеевская. Город написано. Операция по извлечению. Это это, как это его? Чехол для телефона. Надо только дырки прорезать. Так, сразу что мы видим? Экран копия. Разбит, очевидно. Так, корпус подтасканный, глазок треснутый. Ну, на новом корпусе это все будет окей. Баттонс окей. Так, ладно. Сейчас включим, проверим функционал и будем заниматься. Так, пока заряжается, покажу все темы. Будем ставить экран оригинал владельцу, потому что с таким космически красивым задом перед должен быть соответствующий. Тут копия не канает. Будем ставить оригинал. Экран. Ну, тут как характерно я сразу видел, что копия. Вот, два рядом кладем. И, очевидно, область экрана здесь идет серая, здесь черная, полностью монолитная. И сейчас такой момент. Часто на копиях нет такого называемого слоя поляризационного. В солнцезащитных очках, в которых хорошие очки с поляриком, изображение вертикально не видно. То есть там горизонтально можно увидеть, вертикально не видно. Летом это немаловажный фактор. Да и вообще. Копия. Оригинал. 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 Так, это пока в сторону. Да, и, конечно же, батарея. Батарея новенькая будет. Сделаем по красоте. Там, что будет интересно, покажем. Так, аппарат стартует, он сброшен. Сейчас активируем, посмотрим. Да, на нем не работает полностью сенсор получается. Забавно. Ну ладно, давайте подключим. Разберем, подключим экран. И активируем с рабочим экраном. Да, не срабатывает вообще. Не в одном месте. Ладно, окей. Так, здесь что мы видим? Батарея камененная. Немножко моченый телефон. То есть датчики сработавшие. Вот на самой плате. Так, в остальном вроде все на месте. Ну, экран, соответственно, да, меня. Так, сейчас без кнопки-то не проверить. Так, ладно, давайте экран полностью соберем. Грязька. Вот она грязька притаилась. Так, экранчик собрал. Сейчас подключим, проверим функционал телефона. Сейчас активируем, протестим функционал. Все полностью. И уже после этого будем менять корпус. Тут немножко отвожу это дело, потому что тоже пришла посылка. Там срочно нужно сделать. Это из города Уфа. Тут, насколько помню, десяточка. И там интересный случай. Я вообще ждал вот это, хотел показать. Там на десятке меняли экран. Трутон, базовая функция Трутон потеряна. Мы ее восстановим при этом. Десяточка. Экран минимум не родной здесь стоит. Видимо, меняли и не залили калибровки Трутон. А это Трутон, это важная функция. Она такая полезительная для глаз. Сейчас в вечернее время, когда освещение меняется, не солнечный цвет, а какой-то там вечерний, либо что-то. Он такой становится более теплый, мягкий для глаз пользительных. Вот. И здесь поставим сейчас оригинал девушки, владелицы. И восстановим базовую функцию. То есть там понятно, что в экране это не залито. Мы вытащим эти данные из самой платы. Покажу, будет интересно. Так, пока пусть заряжается. Чехол, интересно, без яблока. Прикольный. Да, вот здесь мы погасим, что хотел сказать, да, показать. Как я вот определил, опять же, что экран минимум не родной стоит. А, вообще погас. Ну, сейчас он включился. Вообще изображение не выдает. Только что засветился. Интересно. Интересно, интересно. Так, ладно, сейчас подключим экран, там будет видно. Да, вот здесь вот эти глазки, видно, что они таким прямо выделяются. И немножко фиолетовым отдают. Это вот неродное. На черном не видно вот эту рамку, она неразличима. Обычно здесь еще рамка толще снизу идет. Но вот ее можно увидеть, различить только когда изображение есть на экране. Тут сейчас так не разобрать. Интересно, экран показывал изображение, а сейчас что-то не показывает. Разъем еще обращу внимание, вот так вот входит туда немножко косо. Тут тоже почистим. Так, давайте, да, тогда разберем, другой экран подключим сразу, и там уже будет видно. Так, экранчик. Ну да, тут еще экран разошелся, и внутри вот такое немножко запылено все. И проклеечки, конечно, не ту. Она, видимо, была родная, но ее не обновили. То есть она местами отсутствует. Вот можно посмотреть здесь вообще не ту. Конечно, от этого пыль и грязь внутрь залетает. Так, экранчик пока в сторону этот. Подключим, проверим с нашим. Ну вот эти глазки, про которые я говорил, вот видно, что они на оригинале, они практически тоже в черной области находятся, монолитные, и они, ну, совсем не выделяются практически. А там прямо было видно. Один из признаков, так сказать. Да, непонятно, что тут с этим экраном произошло. Он сначала показывал, а потом полностью отрубился. Вот они видны, фиолетки. А почему показывают подобные вещи? То есть часто там, когда, да, берете бэушный телефон, либо что-то, смотрите, мотайте, ну, что называется. Все вот эти признаки, они на поверхности, там не надо особо разбираться, это все очевидно. То есть там, понятно, человек, может, никогда не владел там 10-м айфоном, хочет купить бэушку, но вот такие вещи, как бы, полезительно знать. Так, да, здесь устройство заблокировано, сейчас не подключены датчики, освещения, и поэтому оно в минимальной яркости идет. Так, для восстановления функционала True Tone нам необходима пароль. Необходим пароль. Сейчас минимально проверю экран. Так, там пока пароль, все-таки нужно запросить, без этого никак не проверить. Вот оригинал черный, монолитный, тут все четко вообще. Ладно, сейчас пока соберу экран, нам этот экран старый не нужен будет, то есть мы данные будем доставать из самого телефона. И почищу, приведу его пока в порядок. Так, сейчас уберем остатки проклейки старой. Вот видно, характерно, она просто кусками, обрывами сохранилась. Все почистим, приведем в порядок и сделаем новенькую. Так, вот здесь имеет место быть запыление самой камеры. Здесь умеренно, очень аккуратно нужно почистить. Special Instruments. Переусердствовать не нужно здесь, прямо тереть, шоркать, вот это вот не нужно. Только специальной, очень мягкой кисточкой с 1 600 787 борсинками. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Все, убираем. Так, ладно, по-хорошему бы сейчас сделать восстановление. Так, ладно, там ждем от пользователя пароль, я сейчас списываюсь. А, по разъемчику вот еще. Давайте-ка почищу по разъему. Да и вообще здесь не надо еще прочистить, да. Вот про то, что я говорил. Это вот из-за этой грязьки он туда вставлялся криво. Ах ты грязечка, притаилась, а? Так, вот теперь характерно он туда прямо до конца вставляется. И на месте вообще, прямо как в домике. Домик. Так, давайте-ка покажу, что вообще собираюсь сделать. Я вот здесь, кстати, компьютер замастырил. Так. Вот. Ну вот так вот. Вот так вот думаю будет нормально. Так, получается, что нам нужен для этого. Программайтер. И Мне нужен будет сам телефон, подключенный в этот программатор. И там через специальное приложение будем снимать данный ключ. Ну, ключ. Ключ привязки базовой вот этой функции трутон. Так, ну здесь нам... Давайте попробуем. Так, ну да, устройство вот заблокировано, но оно как раз тут удается общение, что разблокируйте, чтобы использовать аксессуар. Ну да, без пароля тут не сделать. Ладно. Так. Там с владельцем что-то не удается списаться. Пока без этого не сделать. Тут делов-то осталось на 2 копейки на самом деле. Только перелить данные в новый экран. И собрать. Так, тогда что? Пока продолжу заниматься семерочкой, а потом это-то делаем. Ну-ка мы на родном еще посмотрим, есть ли там что-то вообще или нету. Не на родном, а вот на которой стоял. Ну да, здесь пустота. Вообще ничего не было. Пустота, пустота. Покажу вот как должно быть. Ну тут экрана не валяется какой-то. Ну то есть вот должны быть даны. То есть они в любом экране базовые есть. Это информация о модели, серийные номера, производство, там все прочее. И непосредственно сам ключ калибровки. То есть который заливается родной в новую деталь и соответственно начинает функционировать. Да, там что-то гаврики как-то не доделали. Ладно. О, владелец вышел на связь. Сейчас. Угу. Так, 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 так. Устройство разблокировано. И давайте сразу сделаем это. Так, все, немножко тут запутался в этих... Немножко запутался в порядке действия тут. Не каждый день это делаем. Но бывает. Так, сейчас определится у нас телефон компьютером и в нашей программе увидится. Так, да, все, здесь увиделось. Так. Угу. Так, вот собственно значение считавшейся с платой. Так, теперь подключаем... Подключаем программатор к компу. Так, да, теперь подключаем программатор к компу. И подключаем сам экран на программатор. Так, есть. Подключил экранчик. И жмем кнопку восстановить. Процессинг. Прогресс бар. Трутон, дисплей фиксит. Все окей. Так, выходим. И отрубаем. Так, теперь экран на место. И проверяем. Да, я что-то не показал, как до этого было бы. Но сейчас она будет на месте. Надо было показать, как выглядело без нее. Ну, сейчас уже поздно. Ладно, сделали. Так, так, и так. Проверяем. Да, вот не показал до этого. Но вот здесь не было прямо вот этой опции. Трутон. Прямо просто вот эти две, а вот этого не было. Жалко, что я до этого не показал, но это именно в этом и делало. То, что мы сейчас делали, это все. Все вот ради этого. То есть, это такая функция, которая делает более желтый такой приятный оттенок цветовой. В вечернее время, когда освещение попадает на датчики освещения, более уже такое умеренное. При ярком солнечном освещении делает белый холодный цвет. Экран становится максимально яркий, вам на солнышке экран при этом видно полноценно и очень хорошо. Очень полезная штука. Это для зрения, для глаз, потому что мы сейчас просто пялимся в телефон постоянно и без этого никак. Все, здесь нам более проверять нечего. Мы блокируем устройство, обновляем влагостойкую проклейку и финально собираем. Преедательская соринка была на глазке фронтальной камеры. Пришлось повторное открытие убрать ее. Все окей. Так, этот телефон у нас экспрессом. Мы его сейчас сделаем окончательно. Там еще защитные стеклочки в подарочек сделаю. И сразу отправим в Уфу. Там просто людям очень нужно уезжать скоро и нужно с телефоном быть. Так, да, традиционные подарки. Сделаем вот такой чехол желтенький с яблочком. Очень красивый. И защитное стекло сделаем, чтобы было приятно в пользовании. Обновленный вид у девайса и все окей. Да, вот характерный такой признак, когда стекло, вот это вот наше проверенное, не ложится вот так ровно, отходит. Это и есть, значит, какая-то по корпусу замятие, и оно давление дает определенное. Вот так, на первый взгляд, вот невооруженным глазом не видно. Но на стекле такие нюансы, они себя проявляют. Здесь, да, не столь критично, то есть мы тут сейчас подмажем специальной жидкостью и все окей будет. Но просто вот эта вещь характерная. Это получается правая сторона и вверх. Ага, и вот этот экран-то тоже как раз по правому краю разошелся. То есть характерно, видимо, корпус сам давит на экран, и происходит вот такое расщепление. То есть он вот вровень по этой стороне разошелся. Нехорошо, но не критично. То есть мягенький чехол пользовать вот такой же. И все в порядке. Когда такое бывает, нам поможет спешил жидкость. Так, ну да, здесь все готово. Все готово, все отлично. Я так попроверял очень минимально. Все окей. Пакуем и отправляем. Там люди очень торопятся и ждут. А сам буду продолжать заниматься семерочкой. Так, итак, устройство у нас сброшено. Сброшено. Активировал его. Сейчас проверим минимально все, что возможно по функционалу. И сделаем новую оболочку. Так, работа камер. Угу. Все окей. Так, что еще звук? Давайте проверим. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Диктофона можно проверить работу микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Диктофона можно проверить работу микрофона. Окей. Так, так, что еще, что еще? Что еще? Да, в принципе, это все. Так-то все нормально по аппарату. Батарейка непонятная какая-то вздутая Интересно, давайте глянем ее На программаторе Что вообще такое Ну тут так и пишет Note Original Battery Note Original, не оригинальная батарейка Объем главный 99 Ну тут может всякое гонило писать вообще Серийный номер, вон там вообще что-то и карказиабры Note Original Battery Так, эту сторону Давайте нашу сразу чекнем This is Original Battery Original, iPhone 7 Объем, циклы, все там четко Original Так, все закрыл с новым экранчиком, все в порядке Монолит вообще получился классный Самый момент Ой, красота, HP HP просто, блин, черный Ох, просто космос, HP невероятный, просто бомбанский космос Так, сделаем сейчас защитки на перед и назад Ну пусть вот так вот будет Немножко здесь, конечно, пленка рассчитана на восьмерку, где просто гладкая поверхность Здесь для сохранности будет владелец, если что, сам снимет Просто для сохранности, для первозданности вида корпуса Так, сверху стеклышко сейчас сделаем И все окей Да, почему я сказал вначале монолит Потому что экран сел в корпус вообще полностью в виде защелкнулся прямо ровно Покатые все края, как литой получился аппарат Блин, просто круто вообще Очень круто Все, на этом все Ставропольскому краю привет, отправляем